я над вами буду смеяться те кто смотрит youtube естественно мне говорят что пьяница алкогольный пивной я вам показываю свое пузо так вот я не пью пиво в том количестве в котором вы бы мне объяснили но есть маленький другой нюанс и почему я буду над вами смеяться почему я буду над вами смеяться потому что как правило интернет смотрят те кто чуть-чуть пораньше меня родился смысле попозже естественно так вот в связи с тем что я родился и прошел через всю эпоху перемен я могу рассказать немножко другое событие на стол в чем мы видели и что было то при нас то чтобы вы там рыльца свое закрыли а давайте все-таки определимся я могу долго долго рассказывать поверьте мне пускай тот товарищ который мне сказал что это будет достаточно быстро немножко объясню ситуацию при мне ну свое то время когда у нас было пиво разливное ну и оно и было бутылочным естественно вот вот после того как люди выпивали бутылочку мы бутылочку сдавали денежки были хорошие то есть мне вообще советский больше нравился тем что во первых мы не сорали столько сколько сегодня сорем а во вторых пили немножко другие продукты это было грубо говоря до до 91 года потом все это дело развалилось естественно и пришли к бизнесу товарищи от капитализма а в капитализме единственный принцип это же просто бизнес вы ничего не думаете так вот что касаемо этого бизнеса чтобы вы ни о чем не думали понимаете если это был бы принцип социализма да то в социализме не было смысла обманывать там это запрещено было впроте своей этого не существовало там этого не существовало бы вообще то и именно тогда когда был еще социализм надо было самое лучшее качественное пиво ну конечно самое лучшее качественное пиво никогда не производилась в городе Магнитогорске. По одной простой причине город Магнитогорск находится на некотором удалении от гор. Если посмотреть напрямую, то это километр 20-25. А в городе Белорецке, сам город Белорецк, это город в горах естественно. А возникает вопрос, а почему Верхний Уральск? Потому что это в преддверии гор, то есть рядышком гора Извоз, и там прокопали дырточку. И вы думаете, а почему Самара? А потому что Самара дырку прокопали до очень серьезных вод, нижних естественно, не простых таких, а не нижних. То есть прямо напротив Жигулевских гор. Не видите, смотрите, съездите, посмотрите. Но сегодня сейчас мы о чем будем говорить. К сожалению, по полной программе развалилось то, что делается в Магнитогорске. Да, в принципе, его пытается сделать, но еще раз вам говорю, Магнитогорск не для этого. Магнитогорск всегда славился своей водкой. А вы не знали. Здрасте. Здрасте. Еще раз я вам говорю. На Левом берегу, используя нашу воду, она хорошая, кстати, одна из лучших в Российской Федерации, да и вообще. Мы выпускали отличную водку. Хорошую, качественную. Вот это была тема. Но пиво не получалось. В Белорецке все приплыли. А, Верхнеуральске. А, Верхнеуральске. Это дело-то было практически уже скоро так 13 лет назад. Да, больше, чего я гоню-то. Скоро уже 15 лет назад, как человек, возродили мероприятие производства того самого качественного напитка. Причем не просто возродили, а сделали несколько сортов. И к слову о том, что почему мы сейчас не поднимаем цены неким на этот алкоголь. По одной простой причине. Мы не хотим, чтобы вы с головой-то подружились. Я бы, конечно, если бы была такая возможность, я бы, конечно, на... Это делается легко и просто. Почему нет? То есть мы также спонсируем матчи хоккейные. Ну, это наша жизнь. Магнитогорск без хоккея это никак не может быть в природе своей. Ну, хотя раньше-то и было, но сегодня сейчас нет. Так почему бы не дать возможность людям попить тамошним, Верхнеуральске пиво? А народ бы сразу понял, о чем идет речь. А в связи с тем, что мне почему-то это дело запрещают, хотя я не понимаю, о чем идет речь. То есть я же обращаю внимание, что сегодня сейчас вино по полной программе рекламируется по всем телевизионным каналам. Хотя, по сути, это запрещено. Да и пиво тоже. Но в чем бытийность-то произошла? Когда все это дело развалилось и, как бы вам сказать, я из той оперы, а люди, которым 40 лет, они не понимают, о чем шла-то речь. Потому что 50 лет, ну, минус 2, это то, что должно быть, они вкусили все, что продавалось во всем мире. Потому что это был 92-й, 93-й, 94-й и кусочек 95-го года. То есть лучший был бы вариант это 92-й год. Я также сидел в ларьках, мы привозили все. Это было изумительное качество. Отличные сигареты мы вам возили. Отличный алкоголь полностью из-за всего Запада. Потому что нельзя было никоим образом никого обманывать. Только брали и продавали. Все было. Так что солопеды мелкотравчатые, сорокалетки, чмошники. Я пил столько алкоголя, сколько вы никогда в жизни не пили. Причем этот алкоголь был изумительного качества. А для самых придурковатых объясню. А потом у меня еще была такая несколько дивных поездочек. Ну, примерно штук, наверное, 30 в Турцию, ну, вместе с Египтом, где мы жили в All-Inclusive. Вы мне не говорите, что я виски не пил от и до. Да, господа мои. Мы все это дело пили и знаем, о чем идет речь. Но, к сожалению, к сожалению, это бизнес. Ну, что же, ничего крутого. Это настоящий бизнес, да. И когда вам, вас начинают внедрять и вы пьете полнейшее говно, которым во всех сетевиках, да везде и всюду, я говорю, вы, вы даже не понимаете, а вы это дело пьете. А потом становитесь вот этими. Потому что вы не пили то, что пили настоящие человеки. Их уже, кстати, немного и осталось. У нас большое количество различного рода пива. Пиво, да, заполонило рынок. Пивная продукция довольно распространена, учитывая такие магазины, как красное, белое и тому подобное. То есть пятерочка, магнит, везде большой список и выбор. Какого-то не пришей кобыль хвост пива, да ведь? Ну, можно сказать так, да. То есть, давай все-таки определимся, что давайте, если мы берем пиво Верхнеуральское, то это пиво естественного брожения. Конечно. А там неестественного брожения, правильно? Верхнеуральское пиво, оно берет свои истоки с самого города Верхнеуральска. Потому что, ну, я был в этом городе и, в принципе, пивоварню там организовал, по-моему, какой-то немец в каком-то году, там, что-то, по-моему, тридцать шестой, что ли, год какой-то. Поэтому, ну, в принципе, вот, приходя сюда, дегустируя пиво, там много, ассортимент очень великий, большой. Хорошее, вкусное пиво, как бы, качественно. Ну, учитывая историю, то есть, у этого пива есть история. Этого пива есть история, да? Конечно, есть. А не вот то, что там продают, там, может быть, кучи. Нельзя сказать, что у них история существует, да? По-моему, это чувство отмана. Соответственно, то, что продают, да, все-таки пастеризованное пиво. А может быть, оно основано на... То есть, оно не варится, оно основано, в принципе, на каких-то, там, химических добавок, добавках. То есть, это не живое пиво. Подытожить, как бы, можно так. А по факту верхнеуральское пиво, это, скорее всего, ну, сварено вживую. И, наверное, можно как-то следить это элементарно, там, воспользоваться интернетом или съездить в город Верхний Уральск. Да я слегка всем объясняю. Посмотрите, пожалуйста, на YouTube. Я же вам четко все объясняю. Смотрите, как все делается. То есть, ни бзиков, ничего нету, ни добавок алкоголя, этого не существует, короче. Согласен с вами. Согласен полностью, на все 100%. Поэтому, как бы, ну, естественный вкус солода, плюс, естественная горчинка пива, ну, добавляет основу, от которой можно отталкиваться, ну, употребляет этот напиток. Я так понимаю, что вы все равно на за рулем-то ездите, правильно? За рулем? Ну, в любом случае, даже если мы выбьем это пиво вечером, утром мы можем спокойненько сесть за руль машины, никакого алкоголя в крови у нас не будет. Логично? Это все логично, но, конечно же, без фанатизма. Ну, без фанатизма, да. Сколько нам нужно, в принципе. Да, полтора литра это больше не получается. Можно и литром, можно и 0,5, правильно? Для удовольствия. Это пиво сделано для удовольствия нашего. Конечно, но, опять-таки же, все-таки доля алкоголя есть в пиве в любом, поэтому хочу предупредить всех водителей, что если на будущее садитесь за руль, то употребление это, как бы, пиво, это, конечно же, без фанатизма. Без фанатизма, просто для удовольствия, да? Потому что пьяный за рулем это преступник. Естественно, но если человек спокойненько пришел домой или заехал сюда, выпил кружечку пива и пошел спать, но пить вкусив, это нормально. Конечно, это нормальное явление. Я бы сказал больше, пиво повышает аппетит, ну и немножко вводит человека в душевное состояние, как бы. Поэтому, скорее всего, только так. Но оно должно нравиться, правильно? Конечно, любое, как говорят, на вкус и цвет товарища нет, но... При полном отсутствии нормального пива в природе своей, лучше взять нормальное верхнеуральское пиво? Конечно, живое, нормальное пиво. Фирменное, сваренное, там, в городе верхнеуральский, чем, зайдя в тоже красное и белое, ну, сделать свой выбор. Я уже не говорю про водку, которая уже нормально не существует в природе своей. Нет. Таких напитков, конечно, это добавки, это химия, это... Ну, это, конечно же, это крепкий спиртной напиток. Все-таки, как ни говори, который влияет и на здоровую сферу человека, и на психологическое состояние, ну, и т.д., и т.п. Все мы это прекрасно знаем. Как я люблю наш город, наш город красив, наш город уникален, и в нашем городе есть самое лучшее пиво. Самое лучшее пиво, конечно, не сделанное в нашем городе, хотя у нас есть 2 пивных завода, но, если вернувшись к истории, мы никогда пивом не радовали, этого не было. А лучшее пиво, оно как раз за моей спиной находится, рядышком с троечкой. Улица Советская пересекает 50 лет в Магнитке, и вот, за моей спиной это то самое замечательное пиво. К слову. А-а-а, да-да-да, смотри, 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 ты. Товарищ, который мне много чего сказал, так ли это на самом деле, то вряд ли. Я, конечно, очень сильно хочу, я, конечно, в этом стараюсь сделать так, чтобы мы вместе с вами перестали употреблять дешевизну, полная отмороженность и то, что предлагают вам все сетевики. Не только сетевики, простите, господа мои, вы что там думаете, что только сетевики как это делают? Да нет, конечно, любой магазин вам предлагает билиберду, реальную билиберду. Это же бизнес, ничего крутого. Я сейчас даже не буду говорить о том, что любые магазины вам сейчас начинают предлагать. Чего вам? Сейчас магазин начинает предлагать дивную курицу, а особенно яйца по такой цене, по которой я не понимаю. Сейчас маленький вопрос для самых тупорылых. Они думают, что тупорылы это мы с вами. Нет. То есть за сколько окупается любая штука по производству курицы? За год ровно. За два окупается то, что производит вам свинину. Ну, ребята, ну сколько вы можете над нами измываться? То есть мы понимаем, что это нам не нужно. Мы также понимаем, что алкоголь, который вы нам продаете, он также нам не нужен. И самое главное, надо просто забыть просто. Просто я вам еще раз говорю, забудьте про пиво. Потому что это не пиво, это демидрол. Растворимое говно с алкоголем. И вы это пьете. Я категорический противник. Я хочу, чтобы первого числа вы пришли сюда либо Карла Маркса 204, либо Комсомольская 25. Для того, чтобы получить удовольствие. И первого числа я думаю, что вечерочком вы можете даже на машине прокатиться. Вы не будете пьяными. Потому что это невозможно сделать. Потому что это большее удовольствие. И большее качество. И больший аромат. И большая часть того, что мы уже забыли. А что мы забыли? Мы забыли Советский Союз. Так вот, Советский Союз вернулся. Но он стал еще круче. Круче, красивее, интереснее. Потому что это случилось. Где? Это случилось в Верхнеуральске. Все вернулось на круги свои. Только стало еще поинтереснее. Пока я здесь. Пока я здесь. Пока я здесь. Ну, я же с вами общаюсь, да? И пока вы это дело смотрите, надо посмотреть внимательно на саму картинку. Что в самой картинке нашей происходит? Ну, вы внимательно посмотрите. То есть вы должны понимать, что мы партнеры хоккейного клуба Metalurg. Я не как бы вам сказать. Если мы партнеры хоккейного клуба Metalurg. То давайте все-таки, если мы партнеры хоккейного клуба Metalurg. Дадим людям возможность попробовать разного пива. Не обязательно одно должно быть. Мы же партнеры хоккейного клуба Metalurg. Так как партнеры хоккейного клуба «Металлург», я бы рекомендовал, чтобы мы в хоккейном клубе «Металлург» продавали Верхневральское пиво. А потом, любимые мои горожане, или те, кто приезжает в город, начинали бы немножко включать мозги. Вы же должны же это дело понять. Ну, похоже, мы не все доезжаем. Но, тем не менее, мы говорим об этом пиве. Где мы говорим об этом пиве? О самом лучшем местечке, одном из самых лучших местечек города Монотогорска. Это рядышком магазин «Троечка». Ну, тут не сильно далеко, сразу видно, где что делается. И вот мысль немножко другая. Какая у меня другая мысль? Какая у меня другая мысль? Мы не хотим, чтобы вы бухали как сущный. Нет-нет-нет. Вообще, это не есть суть событий. Потому что, как бы, из образца той самой древней книжки. Что за древняя книжка? Это Библия. Не читали? Зря. Почитайте. Будет много чего интересного. Уж поверите мне. Я ее прочитал, естественно. И в этой самой книжке нигде не говорится о том, что алкоголь в небольших количествах вреден для здоровья. В небольших количествах. Мы не говорим, что упиваете. Нет, зачем? Многое не нужно. Для того, чтобы вы получили качество, вот тут другой вариант. То есть, с самого начала сюжета я вам немножко объяснил, кто сколько пил. Поверьте мне, не каждый первый из вас пил столько, сколько я пил. Я так думал, что таких людей, ну, процентов 10. В этой стране. Естественно. Конечно, мы были дебилами. Ну, кто нам говорил, что закуска градус портит? Да, да, да. Вы думаете, я не блевал? Да, конечно, блевал. Сейчас вспоминаю. Вау. Некрасиво это было. Ну, нужно было для того, чтобы очистить свой кишечник, который был уже жестко подорван. Да, 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 да. Было это дело. Кроме всего прочего, вы, наверное, не думаете, я сейчас объясню ситуацию. Я кодировался неоднократно. А потом просто прекратил употреблять алкоголь. Просто раз, легко, просто. Это было нормально. Ну, потому что на телевидении, когда люди мало-то и не пили. Вот. Но кто бы мне сказал, хотя, в принципе, я это своими глазами не видел. Где я это дело видел? Где я это дело видел? Ну, где я это дело видел? Это был 97-й год. Где я это дело видел? Где я это дело видел? Я видел это все в Америке. Потому что тамошнее. Да, я думаю, что там ничего не поменялось. Они, может быть, живут красивее и симпатичнее. Потому что мы, как работники телевидения, у нас есть такая ситуация, как надо их обосрать. Да, мы также обсираем замечательный курорт под названием Анталия. Потому что там три конторы, которые сидят и ждут, когда Анталия, турецкий город, обосрается. Ну, они там не обсираются. Там все нормально, красивый город. Также не обсирается и Америка. Также не обсирается и Великобритания. Но, может быть, проблема с чем? То есть, давайте все-таки определимся. Население там нормальное. А вот кто у власти, там звездец. Так вот, когда я был в этой дивной Америке, я посмотрел, как там люди употребляют алкоголь. Ну, во-первых, в Америке, если ты не нарушил правила, тебя никто не остановит. За исключением случаев, когда, ну, очень редкие эти вещи случаются, когда кто-то дернул. Я имею в виду из зоны. Когда все закрывают. А так, едь спокойненько, едь ровно, не нарушая правила, пристегнись. И, в принципе, там уже достаточно серьезная промилля. То, что у нас делается, я не знаю, о чем идет речь. То бишь, даже если мы будем говорить не о пьянстве, все равно каждый день люди бухают. Ну, как бы сказать, либо это качество, которого у нас не существует. Я еще раз вам говорю, в детстве нам сказали, что закуска градус портит. Ну, это все абсолютно не так. То есть, как делают, делаются американцы. То есть, они сначала покушают. Причем, знаете, они так кушают, не совсем так, как мы кушаем. Потому что я был в Америке. Я знаю тамошние порции. И вот эти все женщины, которые стали квадратами. И мужики из той же оперы. Там все очень-очень круто. То есть, мы даже рядышком не стоим. Любое наше мероприятие, даже столовую по-домашнему, там продукты питания, в том количестве, которое делается в Америке, даже рядышком не стоит. Хотя это, ну, будем считать, неплохо. Но нет, нет, нет. Американцы питаются очень хорошо и красиво. Единственное, в чем возникает вопрос. Перцы и все остальное, они как там, не сильно мне это дело нравятся. Я очень люблю перцы и все остальное. Но, тем не менее, они вот сначала покушавшие, да, потом они занимаются другими делами. А уже вечерком они едут в бары. Что касаемо тамошних баров. Объясняю ситуацию. На тамошних барах наценка на любую алкогольную продукцию не более 25%. Не то, что у нас. А-а-а-а, сюда зашел бар. Мало того, что тебя всяким говном пичкают, да, так она еще может быть растворенная. И еще ценники там звездесные. То есть мы были в американском баре, послушали хорошую, качественную музыку и заказали всем. Ну, и я лично заплатил и дал всем шампанское. Это было недорого. Это было недорого. Вы хоть представляете, что если ты где-то там у нас в каком-то баре, который баром-то и не является что-то закармливать для других, ты начинаешь попадать на бабки. Там все нормально и ровно. Ну и, короче, чтобы это было красиво и замечательно, есть определенная доза алкоголя, которую они могут себе позволить. Эта доза алкоголя, она, кстати, не сильно крутая. То есть, в принципе, они могут выпить... Ну, там не пьется коньяк, потому что это не их событий, там пьется виски. И если это дело немного, то, в принципе, 5 рюмочек, а даже может быть меньше, по 25 миллилитров, это не столько и пьют. И спокойненько вы можете сесть за рулем и поехать домой. Там это делается нормально. У нас это делается немножко со сложностями. Окей. Если мы даже не будем употреблять алкоголь за рулем, давайте обратим внимание, как это необходимо сделать. То есть, сначала спокойненько отдохните. Должно у вас кишечник, в смысле желудок, используя вашу еду, немножко успокоиться. Ну, чтобы это делать чуть-чуть дальше, а уже потом неторопливо. Грубо говоря, много-то и не надо, что касаемо качественного алкоголя. Почему мы говорим про качественный алкоголь? Потому что только в Верхневральске это качество есть. Еще в одном городе есть оно качество. И этот город считается культовым местом отдыха. Что за город? Ну, что за город? Самара, естественно. Но в Самаре вы пьете только тамошнее пиво. Оно Жигуревское, оно, конечно, красивое, крутое, замечательное, отвинтецкое. Тут даже вопрос, тут даже нет вопросов. Потому что все остальное, любые другие места, они реально завалились. Осталось только два места. Почему Верхневральск стал интереснее? Потому что давайте все-таки скажем спасибо хозяину. То есть, он сделал все, что нужно. И это, да он сделал еще и большее удовольствие. То есть, есть несколько качественных сортов пива. Они все разные. Для тех, кто был в других местах, где все это дело на маркетинговой проводить, к сожалению, я не был в Чехии. А хотелось бы, естественно, туда проехать. Чтобы посмотреть. И чтобы сказать, что честно тебе отвечу для всех нормальных товарищей, что чешское пиво из Верхневральска вкуснее, чем пиво в Чехии. Ну, мне так лично кажется. Потому что то, что здесь продается, а продается немецкое пиво, так вот немецкое пиво, когда я там был, мне оно вообще не понравилось. Но немецкое пиво, которое здесь, ну, двое разные вещи. Потому что ситуация. Ситуация капитализма. Пока не обманешь, не продаешь. Не хотелось бы. Я все-таки сторонник Советского Союза. Когда мы не обманывали. И к слову о том, что Верхневральский пивной завод вас никогда не обманывает. Ты не будешь это делать. Потому что это смысл существования. Не упивание, не ужирание вас, а делание вам большего удовольствия от того, что они производят. Проходи, проходи. Забегают это. Сейчас, какие-то тары. Да, и поглядим. Да вы занимаетесь, это ваша проблема. Мы же не будем говорить. Просто стандартная ситуация, когда люди занимаются, забирают тары. Нормальное явление. Потому что вы понимать должны, что пиво Верхневральское вообще не стоит на месте. К слову о том, что вот оно совершенно не стоит на месте сегодня пятница. Почему я переоделся? Потому что два дня. Ладно, хоть у нас счастье полное, удовольствие, чтобы в декабре-то месяце 21-22-го вчера была оттепель, сегодня тоже так прикольно, красиво и ровно. И люди прекрасно это дело понимают. Вот так же, как кто-то мне звонит, алло, я тебе чуть-чуть попозже перезвоню, я сейчас немножко занят. Давай. Вот, вот как раз меня сейчас тоже люди перезакивают. Вот, это работа, это работа. И поэтому я сегодня переоделся, естественно, потому что вчера уже не успел. То есть мы вчера вечерний сюжет мы снимали уже, когда было темно. А сюда приехать как бы было совсем проблемки-то. Но тем не менее, вот люди понимают, если покупают замечательное пиво, вкуснейшее. Да, они это дело будут пить, потому что люди с мозгами. И я сегодня вам, точнее, вчера вам, точнее, это в общем сюжете я вам показал, что есть люди, как бы так сказать, даже, наверное, поинтереснее, чем я. И они вам все это дело показывают. Потому что я не буду говорить, что я самый умный. Я далеко не самый умный, может быть, самый опытный. Но это уже отдельная история. Так вот, мы вам говорим, что, в принципе, отличнейшее пиво вы можете взять и здесь. Комсомольское 25. Да, ну, никаких проблем не возникает. Спокойненько берите, получайте удовольствие. И это очень качественный вариант. В небольшом количестве получить чудо. Так вот, так вот все к вам и привозится. Специальный автомобильчик, который привозит вам пиво из Верхнеуральска. То есть он четко привозит. Прямо оттуда вы. В следующий раз я вам покажу, как его там загружают. Обязательно я вам это дело покажу. Чтобы вы поняли, что здесь обмана не существует в природе своей. Вы пьете то, что должно пить. Да, вкусное, изумительное, красивое, очаровательное. Отвиньтецкое, безупречно... Да, это я умею делать. Потому что я не хочу, чтобы вы травились. Мы не собираемся этим делать. Этим делом мы не занимаемся. Мы даем вам удовольствие. Удовольствие, которое мы вам привозим. Огромное спасибо человеку, который все это делает, делает. Если у вас возникает вопрос, сможете ли вы таким же образом перемолотив свое дивное производство, очаровав его на качестве удовольствия сделать, то никаких проблем. Вот он тот самый телефончик. Можете договориться. И давайте все-таки уберем отстой из наших мыслей, из нашего желания, из нашего будущего. Потому что наше будущее – это не засрание. Наше будущее – это качество. Это можно сделать. Надо только знать, какой алкоголь вы будете употреблять. Продолжение следует...